Какая бы революция должна была бы быть в России, чтобы, как говорит Марк Фейган, хороший покамест, слава богу, политолог, не такой, как Раздиховский, В России революция может быть или беспощадным бунтом пухачевским, после которого приходит снова такая же гнида, мразь, власть, которая постоянно издевается над народом, пользуется эмоциями, нерациональностью, недуховностью этого народа и делает из этого народа, естественно, биостатур. Чем и пользуется плодами этого биостада, снова обворовывая народ, снова спанукая этот народ, кому нищету, кому беспредел, в быдлядском стадном состоянии, в котором очень легко доить, обворовывать и, главное, безнаказанно этот народ. То есть, как правильно, рационально, может даже духовно рассуждает Марк Фейган, что беспощадный кровавый бунт на России, он практически бесполезен, потому что в то самое общество, сообщество, которое выплеснуло гнев, слило пар, выпустило, которое не переродилось по своей сути, характеру, генотипу, туда снова, в такое же, в баранье стадо, приходят после того, как оно выпустит пар, приходят покатьки, гниды, воры и также заправляют этим обществом, российским. Почему интересно украинцам российское общество? Потому что украинцы, ну, может уже сейчас, дай бог, не в большинстве своем, ну, а часто по привычках генетических, можно сказать, живут установками совка, установками царской империи, установками той самой теперешней России. Конечно, Марк Фейган не писатель-фантаст, а всего лишь хороший психолог, политолог и адвокат. И он, конечно, и многие другие отличные, классные политологи российской антипутиновской оппозиции, которые сейчас под страхом и гнетом находятся, но которые живут, работают и выдают обществу своему российскому очень хороший контент, для того, чтобы оно начало башкой своей тупорылой постсовковой что-то кумекать и соображать, чтобы оно не было как свиньями, баранами, стадами, которыми заходит чморота всякая, конченая, которая вообще ниже всяких понятий и достоинств. Ими управляет, казачит их, чморит, а сама не живет в этой России и текает за границу. То есть, по фантастическим мечтам хорошего адвоката, россияне и российская революция должна произойти так, чтобы убрать прежнюю власть, чиновничественный аппарат, чиновнический аппарат, админиресурсовская, вот эта подстилка путиновского режима и тому подобное, и каким-то образом чудесным взять и запановать, и завластвовать в своей России справедливость, сделать власть, ну, по крайней мере, как в Штатах или как в Европе той самой. Не в Ливацкой, конечно, жалко в Европе, многие живут по этим ливацким долбанных законам, ну, то есть, сделать справедливые суды и сообщества и тому подобное, чтобы тысячу раз не повторяться. Но почему постоянно не получается и долгие года еще вряд ли получатся? Ну, очень просто-проста причина, потому что в Швеции, в Германии, к примеру, в средних веках, со средних веков с генотипом, влили, воспитали культуру европейцев на каких основаниях, на каких основах, на каких принципах? Да на очень простых принципах приучили это сообщество быть высокодостойной культурно нацией, генотипом. Просто им, ворам, всяким тому подобное страшным нарушителям, коррупционерам и тому подобное, то есть, в культуре просто рубали руки за кражи, за воровство, за коррупцию, за чиновнический беспредел. Немножко в этом плане поработал Петр Первый. Бороды обрезал этим чиновникам своим, бояринам и тому подобное. Но пообрезавшие бороды и цари, и потом собаки, я вообще молчу, там, ну, евреи управляли военным коммунизмом. Они уничтожали славян, сталкивали глобами для того, чтобы они стали еще более загнанными баранами, нежели были при царской империи. Ну, вот так оно и вышло. Потому что вот такой народ, потому что этот народ не был приучен к культуре, естественно, христианской культуре, но жестоким способом, таким, как приучали в средних веках, в этой самой Европе, в Германии, в Швеции, может, еще где-то в каких-то странах, ну, насколько я осведомлен, рассказывают, там, старожилы, там, в музеях и тому подобное, просто рубали руки за воровство, за недокультуре и тому подобное. На каменоломни отправляли. Тут в Швеции масса памятников, там, где люди массами, тысячами-тысячами работали в каменоломях. Вот, за вот всякие преступления и тому подобное. И каким-то образом нация стала более-менее нацией, потому что чисто, здесь крови не воровать, не обкрадывать. Есть другие комплексы, масса других, но вот, что касается организации общества, организации людей, оно так и есть. По сравнению с Россией, от которой установки берут и украинцы. А это нам абсолютно не нужно. Выходит, бояре, там, власть, царская еще какая-то, насмотрелись вещей в Европе о справедливости. И поняли, что для России никакой нахрен справедливости не нужно. Потому что они, власть, бояре, не будут иметь с этого, ну, абсолютно никакого пожитка. И решили продолжать. И решили продолжать практику, что быдло понад все. И это очень выгодно для власти. Зачем власти иметь общество, сообщество, там, где каждая единица, это мыслящий, борящийся контент за справедливость, там, за духовность и тому подобное. Когда они могут быть, эти единицы, каждое сообщество, просто быдло. То есть это очень легко для власти держать такую Россию. Давать ей установки идеологические. О, например, о выигранной Великой Отечественной войне. По-другому, Второй мировой войне. То есть мой дед погиб под Сталинградом. Это же не значит, что я приеду в Волгоград и скажу, хопа, он принадлежит мне, там, мы воевали здесь, давайте отсепарируем и тому подобное. Ну, а россияне так делают, потому что им втюхивает это. Втюхивает, а потом из тех, которыми воспользовались, ну, этими самыми россиянами, россиянами, делают из них быдло для выковыривания бабла к себе на Мальдивы, на острова и тому подобное власть олигархическая. Потому что они вот такие послушные, они к этой власти так ставят свое тело раком, что их власть постоянно дрюкает, к сожалению. И, к сожалению, остальная часть постсовка учится власть так само делать, как и российская власть. Вот почему этот контент власти и Украины, России, там, других стран, той же самой Польши, потому что здесь куда не пойдешь, ничего нет, что бы связывало с совком. То есть, о чем это я? Ну, вот в Польше, к примеру, едешь посмотреть какую-нибудь достопримечательность, там, и видишь по дороге какой-то милитарный военный объект. И думаешь, это ж НАТО уже. А потом другой мыслью думаешь, обожди, какое НАТО? Это ж совок бывший то. Тут же ж наши были совки когда-то, о, а потом настроили вот это халабуды всякие, бензин продавали, тырили, продавали лесникам и тому подобное. И думаешь, да, блин, совок тут, малина еще та, то есть, милитарная тут, все уже в Польше, все в НАТО давно. Но было то, был то, совок тут. А вот в Швеции, когда уже увидишь какой-то милитарный объект, там написано хоп-стоп, там, на шведском, на английском, не знаю, там, фотографируют и тому подобное, то уже думаешь, обожди, а как же моя сущность, там, генотип или еще как-то память моя, там, историческая, совковая, как может здесь быть, здесь? Никак! Никак абсолютно не принадлежишь ты, твоя суть, ты можешь вообще тут, никто, никим и никак. И для начала это чуть-чуть удручало, думаешь, о, в Польше то мы хоть совками были, но тут принадлежало, в Польше удержали, то все. А тут Zero, No, вообще никак, приплудшая овечка. А потом начинаешь въезжать, ну, как это, таки, все-таки, прекрасно то! Тут даже есть музей лодки подводной советской, в 80-х годах, которая, там, видно ли, по Бухаресту зашла в эти воды, шведы ее тяп-хоп, арестовали и попилили, там, разобрали, и в музее она до сих пор в каком-то городе находится. То есть ничего не связывает, это же прекрасно, что с быдло сообществом, с быдло организацией такой, как была постоянно вот эта империя царская, потом российская, коммунистическая, ничего не связывает. То есть есть о чем подумать, а не тулить свою совковость, здесь, по крайней мере. То есть не в последние дни все-таки до перла дошло, будучи тут, что ничего не связывает, и это прекрасно, и доходят более содержимые, содержательные мысли, что оказывается, оказывается, что в системе путиновской, ФСБшно, совковой, да это царской, которая привыкла, легко, то есть и система не развивается, а что ей развиваться? Зашел в курятник, плюнул на кур, дал посрачники этим кабанам, овцам, в стойло загнал, наплевал, блин, и все, они на циклах, послушные, сидят, и себе на кухне там, в этом курятнике своем, в кабанятнике, блин, только шу-шу-шу перешептывается. О, в такой системе, ну классно, блин, жи-ты, лупить лохов тупорылых, казачить, блин, их. Вот почему этой системе, ФСБшно-Совково-Советской и царской и тому подобное, очень невыгодно, чтобы Украина залишалась, стала незалежною, независимой, не просто ради независимости потерять, как бы, что потеряли они, а что, не дай бог, Украина, не Россия и не Белоруссия, не дай бог, станет правовой, такой, как на Западе, сильной, не такой, как казаков, тоже посрачниками дали, они в крови их втопили, и все, и развалилась страна. Была казацкая Украина, стала потемкинской деревней, то есть, что Украина станет, по крайней мере, хотя бы такой, как Швеция, постоянно себя будет защищать, сморить чиновников, не давать им красть, то есть, рубать им все, что можно рубать, то есть, станет правовой, нормальной, справедливой страной, христианской, с установками христианскими, прежде всего. Вот чего боится система. А не потому, что Украина станет зависимой или независимой, она будет такой самой, как и Россия, потому что, мы же видим, в Омане Зеленский встречается с этими представителями путиновских, о чем там шуру-шу-шукаются, и вполне логично, потому что Зеленскому дали зеленый свет, не стали валить его все приближение, дали власти, так же, как и Путин дозволил на выборах выиграть Порошенко, Порошенко, и тот тоже казачил Украину войско, и то люди умирают, погибают на войне, за их сраки в Киеве сидящие, торчащие на бабле украинском, в ворованном, обворовывают, то есть, так же же, континуация, происходит продолжение того же строя, что и в России, казачить лохов тупых, которые не могут повстать и рубануть им все, что у этой власти, все, что они накрали, не просто рубануть, там, накрали, забрать, а наказать жестоко, и постоянно это наказание, чтобы было, вот, какой Украина не стала, и почему так выгодно и Путину, и системе ФСБшной, чтобы Украина такой не была, потому что россияне быстро хаванут это, и начнут делать это у себя, делать у себя справедливую, там, Россию, тому подобное, но это так легко понять, как россиянам и украинцам это недопонимается, ну, потому что такой вот характер, сидят на кухне, шу-шу-шу, как в столе загнанные курки, и между собой только переговариваются, а выйти и валить-валить гнид не могут. Ну, и, короче, почему такая несправедливость на наших терренах, на наших местностях, в которых мы живем, потому что в генотип так вродилось, вклеилось, что люди, даже приходя к власти, потому что люди желают себе только эмпирические потребности, бабла, власти и удовольствия, у них нет коллективного разума, абсолютно, они, как сама единица, желают только удовольствия, самоудовлетворения себе, но когда они частично видят, что их казачат, там, предпринимателей, вот тогда они гуртуются, они собираются и противостоят, но в массе страны, государства, они этого делать не могут, потому что доказано и снова и снова, что после каждого Майдана такая жопа наступает, продажная, туда такие подлины, гниды приходят, что, ну, за ту кровь пролитую на Майдане и на войне становится, ну, настолько стыдно, что в такой стране такие люди потом, после такой пролитой крови, такую дрянь, такую срань поганскую выбирают, потому что генетически нация, которая не приучена к культуре такой вот, бороться постоянно за свою идентичность, бороться за свои права и тому подобное, к воровской культуре, которая приучена, у этой нации, у этих людей в голове только свои потребности, больше ничего, вот так их поодиночке казачат, лупят и чморят, как в курятнике, как в быдлятнике, когда произойдет этот вздвиг, когда нация начнет думать коллективным разумом и постоянно выходить и низвергать эту сраную власть, ну, тогда, когда рационализм, рациональность, они почуют в этом, что это прямо и им выгодно, и их семьям, это гордость нации, что за их деньги можно построить красоту, что сюда будут ездить там туристы, иметь море свое, чтобы у каждого украинца, украинки, была своя яхта, когда будет своя яхта, там, маленький кораблик, там, лодка какая-то крутая, тогда у него будет, ну, эмпирическая потребность, интерес, прямая мотивация, чтобы у него было где поплыть, а это где ты поплывешь? В Крыму, естественно, на что нужно? Ну, Крым забирать, естественно, чтобы там это была туристическая красивейшая зона, а не зона чморей, вонючих гнид, которые срут, срут и срут, засирает культуру, сообщество и страну. Вот, вот, не знаю, что должно произойти, чтобы нация одумалась, и у нации образовался коллективный разум, который работает как на самовыживание, только этот разум, сообщество, культура, людей и их сил, сил и напора этих людей, как одного целого организма, только тогда может заработать это общество и жить справедливо и тому подобное. Покуда этого не будет, хоть там на Конституцию ссылаться, у Сталина тоже Конституция была, одна из лучших демократических в Европе, и тому подобное, на законы, на писульки, на сраных чиновников, ворюх сраных, ну, не все, конечно, но в большинстве своем, которые в этой воровской системе, покуда этого напора у людей простых не будет, они не будут в кулак собираться и валить этих гнид воров, которых им обворуют, покуда никакого там, не то, что там светлого будущего, даже намека на этого будущего никогда не настанет и не наступит. Вот так оно работает, что постоянно над гнидостью у человека нужно следить. А если это гнида-чиновник, то за ним кто-то же должен тоже следить, кто-то мусора, мусорота, менты? Нет, конечно. Сообщество, общество должно за этим следить. А поскольку это общество находится не в тепличных условиях, как в Европе, там законы работают, то все более-менее. А там, где одни курятники и одни ФСБшные системы, значит, извините уж, раз вы там живете, значит, вам нужно быть флагманом справедливости, а не жить как по биобыдле массе, по царской, еще какой-то там империи, которая постоянно чухает, тюхает этот курятник, грабит. И люди привыкают и становятся терпилами, сраными, вонючими терпилами. Хотя ж Бог сказал, что вам же воля дается. А они снова, да, ну какая воля, мы ж терпилы, чмыри. Вот так их постоянно и казачат чиновники, кому не попасть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...